Итак, уважаемые новоявленные массажисты, с вами опять на связи Олег Латкутвин и сегодня вот прямо сейчас расскажу, как подготовить рабочее место для вас, для массажистов, ну, прежде всего, важен, конечно, стол. Столы бывают самые разные, разные конфигурации, и с компрессором, и с подъемными, и с педалями, ну, в данном случае у нас представлен обычный стол, такой дешевый вариант, да. Желательно, чтобы в нем была дырка под голову, и размер стола должен был быть примерно вот по высоте, вот я сейчас ровно стою, да, и вот на расстоянии кулачков, если вы нажали кулаки, да, он у меня немножко низковат, не будет такой ножен стол, да, или вот на расстоянии высота его должна быть с ладонями, то есть вы прямо вот так должны касаться ладонями. В принципе, если стол там чуть ниже, чуть выше, оказался не очень страшно, но это будет дополнительная нагрузка на вашу поясницу. Поэтому, чтобы ее не было, нужно делать посадку к столу немножко пониже, то есть ноги расставили, да, и как бы на окольнике немножко пружините. Это убережет вас, как специалистов, от растяжения всевозможных, потому что мы же работаем наклонно, да, представьте, вот, особенно если там целый день работаете у вас, пациенты постоянно идут, да, то большое напряжение не становится за счет того, что, во-первых, надо выпрямить спину, я уже расскажу про эргономику массажиста, чуть-чуть присесть и работать на вот таких вот движениях плавных, вперед-назад, вперед-назад. Ваши руки должны ходить возле вашего центра энергетического, вот чуть ниже пупка, или на уровне пупка, вот так вот, да. Тогда вы, во-первых, убережете свои собственные силы, убережете свою собственную спинку, и вам хватит энергии проработать как может дольше. Я таким образом попал в книгу рекордов Геннесса, скажу вам без лишней скромности, потому что за достижение временной такое. Я 31 час делал непрерывный сеанс массажа, ну, люди менялись, а я что, работал, 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 работал. Я там даже, честно говоря, спал уже на массажистах, но все равно руки работали, ой, на этих, на подопечных. И уберег себя за счет того, что правильную эргономику использовал, именно правильная постановка тела. Об этом мы поговорим о теле в следующем уроке, да. А сейчас продолжим о том, как подготовить стол массажный. Ну, во-первых, вот, надо его укрыть в простыню. Вот такие простыни. Если одноразовые, да, это просто рулон бывает. Вы его сразу раз, расстилаете, и обрывается ту часть, которая вам не нужна. Там они примерно 2 метра длиной. Если вы такие простыни используете, то она же у вас сложена в несколько раз, да. Показываю хитрый способ, как ее быстро разложить. Вот, доходим до того момента, где уже видим, что она сложена в четверо. Раскладываем ее на там, где она сложена в двое, да. И ловко одной рукой подцепляем в том месте, где вот есть складка. Складку это видно, да. И вторую руку тоже на эту складку. Загибаем ее и резком лишнее руки разводим вот так. У вас получается, она сложена вдвое, но в длину. Вот одним легким движением накрываем сразу стол. Или если пациенту зарубить, то пациенту можно накрыться от головы до ног, да. Далее у нас вот эта вот дырка, да. Чтобы в ней человек дышал, все-таки надо немножко углубить, да. Плошной. Либо, если, ну вообще неудобно дышать, да. То тогда открываем ее полностью, да. Немножко вот тут подогнув под шею. А вот эту часть, вот эту вот, да. Можно обработать либо полотенцем, либо дополнительной простынью. Сложив ее вот так вот, например. Заметься, да, как я это сделал. Угу. То есть вот небольшой, вот смотрите. Делаем небольшой буквально валик, да, сверху под лоб. А вот эта сейчас будет свисать. И она как бы будет держаться за стеночки самого этого отверстия, вот получается. Очень удобный под лоб. Или, если у вас, может быть, есть такие подушечки, продаются в самолетах или там где-то еще для водителей, чтобы на которые можно там шивы положить. Ну, такие вот они, надувные, да. Так вот можно надувную подушечку сюда положить. Обязательно еще используются всевозможные приспособления типа валиков, подушечек, под колены, там под бедра людей. Ну, у меня их большого количества нет, да. Вот такой вот можно подложить под бедра. Например, если у вас лежит женщина. Вот примерно здесь и будут тазовые кости. Почему именно для женщин я такое говорю? Потому что все зависит, ну, в общем, это необязательное условие. Просто зависит от жесткости самого стола. Чем отличается мужской организм от женского? Знаете, ну, в смысле, скелет, скелет. Бедра у женщины больше. Да, в тазовой кости шире, да. Но не только шире. Есть еще один нюанс, когда они развернуты по-другому. То есть вот здесь вот так по-быстрому нарисовать. Вот наш позвоночник, да. Это шейный отдел, это, ну, вот тут цепляется череп. Поясница. Ну, то есть, ну, вы же знаете, да, что позвоночник имеет естественные... Изгибы. Изгибы, да. Это вообще необходимо. Это очень нужно для нас, как единственных прям ходящих, млекопитающих, да, чтобы позвоночник амортизировался за счет этих изгибов, он имеет такую пружинность, да. Вот здесь у него находится крестец, да, это поясница. А, ну, тут копчик, копчик нас, в принципе, не интересует. И вот к крестцу крепятся кости таза. Соответственно, если это мужчина, да, у него эти кости имеют вертикальное положение. У мужчин они вот такие, вертикальные. У женщин, они мало того, что шире, да, они еще наклонены вот так вот вперед, как бы получается. Поэтому вот это вот гребень подзадочной кости вот тут идет, да, вот его сами вы себе можете прощупать. Он вот тут вот находится, да. Иногда вот особенно у худеньких женщин, да, видно, что прям острые косточки вот эти, да. Вот я именно про них и говорю. Ну, во-первых, это так организм спланирован в природе специально, для того, чтобы удобно было вынашивать ребенка, потому что держит живот, да, это как чаша, то есть вот эти тазовые кости, как чаша, в которой лежит плод, да. Ну, и чтобы рожать было удобно. А мужчинам такого не нужно. И поэтому женщины вот эти косточки, они упираются в стол. Если жесткий стол, а иногда мы массажистам можем делать это на полу, на такте, массаж то же самое, да, или там на скамейке, если там другие условия не позволяют. Например, в бане часто делают на скамейке вот такой высоты. Ну, она же жесткая, она не предусмотрена для этого. Поэтому я рекомендую обязательно либо свернуть полотенце, да, подложить под вот эти косточки, либо взять вот такую маленькую подушечку мягкую под эти косточки, да, чтобы они не упирали слишком долго и больно, потому что массаж может длиться час, может, там, полтора часа. Вот. А здесь под, ну, представляете, да, человек лежит лицом сюда, здесь его живот, ноги сюда, тут примерно линия коленок идет. И вот под линию щиколотки надо подложить валик. Они бывают разные, бывают полукруглые вот такие, да, бывают круглые, побольше, пошире или абсовидные. Но в данном случае у нас валика нету, да, мы поэтому используем подушку. Ее желательно сделать, вот это будет очень маленькая, надо сделать подушку как можно больше, чтобы сгиб колена был как можно выше. То есть пятки у вас ориентировочно должны быть выше или на уровне сердца человека. Это очень важно. Ну, во-первых, кровообращение, да, это ускоряет. А во-вторых, вся проблема у человека в лимфатической системе. Дело в том, что лимфу у нас никто не гонит, ну, есть такая поговорка даже, кровь в теле человека гоняет или качает сердце, а лимфу только массажист. Эта доля, правда, в этом есть. Ну, лимфа на самом деле прокачивается за счет, ну, нет просто органов в организме, которые ее качают, да, она прокачивается за счет сократительной деятельности мышц. То есть мышцы сокращаются, да, ну, там, икры наши там, да, бедра, во время каких-то занятий, и они проталкивают эту лимфу выше и выше. Она только снизу вверх течет, в общем, сложность. Лимфа только снизу вверх течет, запомните. И поэтому мы, когда вертикально стоим и ходим, прямо ходящие, вертикально стоящие, гравитация-то действует, и лимфе тяжело подняться выше. Тем более есть там всякие закупорки, есть у нее в этих каналах клапаны, которые, ну, мешают ей все, продвигаться все быстрее, да. Поэтому, когда хотя бы человек пришел к массажисту, а, почему застаивается? Потому что мы же сейчас не только прямоходящие, а мы постоянно сидящие за компьютером, телевизором, за рулем автомобиля, да, либо постоянно стоящие на работе, когда вот, ну, там, продавцы, парикмахеры, ну, есть масса профессий, когда человек просто стоит, ну, те же самые массажисты, да, постоянно стоят. Это и то, и другое плохо для лимфы. Она не проходит. Поэтому хотя бы, если к вам человек пришел на массаж, сделать ему такое благо. Предложите валик под ноги, чтобы уже лимфоотток шел от пятки ниже, да, а дальше вы его еще руками дополнительно ускорите. Ну, вот так мы подготовили это место. Это, в принципе, достаточно. Но нужно еще небольшое дополнение. Когда к вам человек ложится, он же обнаженный, чтобы ему было комфортно, во-первых, можно подогреть, ну, я на батарее подогреваю простыни, да. Во-вторых, если он пришел влажный, да, после душа, там, или после бани, то всегда есть еще дополнительный простынь, который вы его накрываете сверху. Как мы накрываем? Ну, кто из вас первый ляжет, мы можем сразу показать. Да, это сейчас. Ну, давайте, снимайте майку, и быстренько я покажу. Да, головой сюда, например, вот сюда. Вот смотрите, проверяйте сразу, чтобы пациенту было комфортно лежать, да. Во-первых, вот спрашивайте, не боитесь его спрашивать. Вам удобно лежать? Удобно. Лоб не давит? Нет, подбородок не упирается? Вот, вообще отлично. В некоторых школах, или вот, отвечая на вопрос, как, вот этот вот треугольный вспоминайте, да, можно еще больше улучшить его комфортное состояние, когда вы можете внизу на эту палеточку поставить чашу или пиалу со специальным отваром или травами замоченными, да, вот этот подставляется, и он пока лежит на сеансе массажа и дополнительно получает... Ароматерапию. Ароматерапию, да. И дышать ему легче. Так, вот эта подушка вам мешает, да? Да, как-то я ее не чувствую, я помню. А, она просто сжалась, да, расплющилась. Ну, в принципе, вот мужчинам эта подушка, ну, вообще под бедрами, она не нужна, потому что тогда идет давление на бедра и при длительном массаже нога может немножко не иметь. Вот, как я говорил, видите, ноги лежат повыше. Если пациент немножко у вас, как бы, неровно лег, да, но не стесняйтесь ему подсказать или сами подойдите и помогите. Приподняв за ноги, можно его подровнять, чтобы они были симметричны, да, чтобы пяточки были на одном уровне, чтобы ровно, вертикально, ну, по оси стола он лежал. Если кажется, что здесь достаточно низко, да, или продавилась подушка, приподняйте чуть-чуть ноги. Чуть-чуть-чуть. Мы продолжим вот еще одно. Вот, вот примерно такое, сейчас вам покажу. Вот такое расстояние, вот такой угол, да, тупой, угол должен быть у голени приподнят. И, как видите, пятки, они получаются по линии выше сердца, да. Это вообще отлично, это очень правильно. И еще один иван, скажу, почему мы поднимаем ноги. Если стол достаточно жесткий, да, или у человека, ну, бывает, выпирают коленки, да, то ему просто больно будет лежать коленками, выпираться. Поэтому некоторые там изворачиваются, ногу кладут либо вот так, вот так, либо как-то вот так, да, неудобно. Ну, лучше всего прямо для процедуры положить ногу. И таким образом, нога лежит не на коленке, а на бедре. Вот еще один ваш секрет, который вы можете использовать, подложив подушечку. Далее мы укрываем человека. Ну, работаем в данном случае со спиной, да, соответственно, нам основные части тела нужно укрыть. Для этого используются либо полотенце, либо, опять же, простыни. Опять же, я их подогреваю. У меня в кабинете есть колорифер. Это очень приятно, когда вы сразу начинаете с проявления заботы о человеке, да. Вы его накрыли тепленьким. Сначала сюда. Кроме того, если он влажненький к вам пришел, да, вы сразу его протерли. Обычно вот в этих впадинках, да, скапливается вода. Сколько человек не вытирается полотенцем, но все равно вот тут где-то есть впадины, да, где они остаются с влагой. Просерли эту влагу и разложили полотенце или простынь. Ну, опять же, наша телепередача про простыни. Опа! Великое движение простыни. Видите? Мы как раз ровно положили так, что она уместилась от носка, тела человека, да, до его поясницы. Рассказываю, в чем секрет. Простыни, они, в принципе, анатомично сделаны, да, и вы сложенные вдвое простыни, видите? Ну, как анатомически... Антропометрическим характеристикам поддаются наши простыни, да, и поэтому даже сложенные вдвое, она прям половину человека занимает, да. Почему я складываю ее вдвое, я еще раз скажу, для того, чтобы потом, когда мы будем накрывать человека целиком, переходя к другой его части тела, да, ну, например, к руке, или к голове, или к стопам, да, мы опять же берем вот этим легким движением, волшебным, учитесь, там, где складка, да, вот двух половинок, и раскрываем эту простынь как раз на всю его длину. Видите? Сложив ее, опять же, вдвое. либо можно еще по-другому раскрыть. Вот она у вас оборотный процесс. Очень удобно, когда вот эти складочки на них видны, вы как раз по ней можете ориентироваться. Нюансы, смотрите, именно нюансы, да. Сейчас простынь сложена вдвое, ну, как бы пополам, да, не в длину. Я ее ею укрывал человека, да, пациента нашего. А вот эти вот кончики оставил лицом к себе. Ну, в принципе, не важно. Можно и сюда их оставить, да. Показываю концы. Ну, здесь концы, да. То есть, сгиб идет с той стороны. И если мы хотим одним волшебным движением, одним махом, хоп, накрыть всего нашего человечка, да, берем за эти кончики и резким движением распределяем простынь. Вот так. Здесь она сразу очень удобно открывается. Показываю еще раз, не у всех может получиться с первого раза, поэтому посмотрите повнимательнее, в чем у вас устроит это движение. Надо взмахнуть резко, вот так, да, и немножко, как бы, ее в волну под нее, одну волну вам достаточно в нее задать, чтобы она ровно накрыла человека. Еще раз смотрите внимательно. А-ля. Оп. Уф-ты. Волшебно летающая простынь. И человек накрывается полностью. Вот так вот. Учитесь у мастера. Теперь смотрите. Ну, можно ее накрыть другим способом. Когда вы сразу накрыли человека, да, протерли его, и потом просто-напросто ту часть, которую вы обрабатываете, выставляли вот сюда. А здесь, если помещение достаточно морозное, да, и у человека, веке, сосудистая дистония, мерзнут ножки, подкладываете ее под пальчики. ног. И вот так загибаете, чтобы тут оставалось тепло, да. Чтобы здесь не испачкать одежду человеком маслом, да, ну, вот мы, у нас спина идет до ягодиц, то есть, ну, в данном случае от головы до ягодиц мы обрабатываем, или от шеи до ягодиц, да, то мы немножко приспускаем его одежду и простынью делаем вот такую вот складочку, да. То есть, пусть лучше его одежда останется чистой, чтобы ему было комфортно, а простын, потому что мы, когда надо, постираем. Ну, вот такие вот у нас маленькие секретики с простынями, как вложить человека. И сейчас мы перейдем к следующему видеоролику. Будем работать с участком спины. Так что смотрите наш следующий видеоролик. Спасибо.